Голос. Голос. А-а-а. Овчарка по кличке Беркут. Ее ласково Роман называет зайчиком. Ночью, когда развернулись масштабные поиски ребенка, Роман Антипин был на службе. После домой не поехал. Вместе с четвероногим напарником незамедлительно отправился на поиски пропавшей школьницы. К этому времени у реки находят вещи ребенка. Надежда, что девочка жива, таяла моментально. Однако поиски продолжились. Роман получил образцы запаха и поставил Беркута на след. Вышли к лесу. Возле леса был обнаружен гараж недостроенный и там был потерян след. Возле заброшенных гаражей волонтеры увидели следы от шин. По ним Беркут вывел наброшенный велосипед и вернул надежду. В двух километрах мы нашли велосипед. Собака начала тянуть поводок. Доверился собаке на ее активность. Вышли и нашли велосипед. Один из родителей подтвердил, что велосипед этого ребенка. И версия о том, что ребенок утонул, отпала сразу. Роман вызвал на место оперативников. Они продолжили следственные мероприятия. Напарники выдохнули и пошли отдыхать. Лучшая награда – это активная игра. Поэтому, я думаю, он был счастлив. Ну и то, что мы домой приехали, он лег спать, покушал и лег спать после смены. Это тоже, я думаю, было замечательно для него. К слову, для кинолога, его Беркут – это не первая спасательная операция с отрядом «Лиза-Алерт». В июне этого года они искали пожилого мужчину. Пес привел на берег реки, куда пожилой дедушка пришел рыбачить и заблудился. Кстати, несколько лет назад Романа наградили медалью за доблесть в службе. В 2017 году он помог выбраться из огня женщине и двум мужчинам. Валентина Аскерова. День с толком. Валентина Аскерова.